Приготовьтесь к битве Доброго времени суток всем дорогие друзья с вами опять комментаторы GodhunterCasper и мы начинаем смотреть ничего незначащую игру udah Chiwa первую часть ничего не значащей игры мы видели но мы тогда еще не знали что она ничего не значит она ничего не значила для Elements теперь она ничего не значило для обоих вот вот... обе команды сейчас не имеют шанса выхода из группы обе команды в курсе и... уйййййяяя аййййяц курика человек стоит она она нам дамажится он дамажится но хорош хорош так вот жик мужик меланхолия текис или дам лайфстиллер king air рубик скрин на таске и генерал на и не гмея арзик бэйн будет играть на queen of pain y'all эрт спирит седой будет играть на кирокоптере и гости кучу снова вкат кат йоу начинается куда вы вкатили бедного эллидана или данный он играет армлетом нет не играет армлетом у нее нет армлета у него естественно нет армлета ой да ладно он выжил он просто выжил вот он сейчас будет не вау мимо проехал просто йоу и еще тут могут забрать наверное нет рубик не ротяги фейт болтом не может залезть крипам первый уровень блин опять этот первый уровень то что ж ты будешь делом армлет не армлет не уровня что за фигня люхо блин за пацаны лия кто тебя учил играть власти лере первая минута ничего нет бомж нигвей в кадра а у него нож и качкаю на первом��이 да и вроде как с ножом я слышал далеко не уйдешь а тут этих ребят а жалко пока бежишь экспу не дают джукинг 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 и Слушай, это, мне кажется, агрессия неконтролируемая. Неконтролируемая агрессия? Ну, я думаю, она выглядит как-то так. Там гирокоптер, кстати, кого-то убил. А он Текиса убил только что. Едет опять тележка. Вот это мортира на 32 урона. Про Текиса, что ли? Про Текиса, да, про него. Мне нравится, как он телегу тащит. Он стреляет так сочно, что он бааааа на 32. Жанно, что это 32. Вот трапируем нормально долго-то. Хотя бы похоже. Это норм. Вы не обращаете внимание на то, что мы несерьезно комментируем эту игру? Потому что игра, в принципе, сама по себе несерьезная. И ребята это прекрасно понимают. А Эммы мы комментировали. На самом деле я серьезно горел там? Все горели серьезно, абсолютно серьезно. Там не было ни минутки артистизма там или чего-то. Все было... Чистые эмоции. Чистые эмоции. Pure emotions. Не наиграно. Не наиграно было ни капельки. В реальной жизни мы горим именно так же. Да. Точно так же. Вот когда я мизинцем бьюсь об какую-то фигню... Долбанный оттимак! Старас, скорее. Матумбомэн. Матумбомэн. Везде мешает уровень. Мне кажется, нужно сделать нововведение. Вот в нашей игре, там где она платная... Сразу 25-го. Сразу 25-го. Но дальше ты все равно можешь покупать статы. Конечно. Ну... Не можно ограничивать. Нельзя ограничивать людей, которые могут заплатить за статы. Я знаю сколько у человека денег. 25-ый может для него это только... Разогрев. Мы вам видели компендиумы 5000 уровней и норм. Да. Под Valve они четко секут маркетинг. На самом деле они вообще нифига не секут маркетинг. Сноубол. Слип. Давай, взрывайся. Хорошо. А как они секут маркетинг? Они делают эти браслеты на Энигму на 120-ом уровне. Вы вообще ничего не понимаете в маркетинге. 1200-ый уровень это нормально. Согласен. Согласен. Я-то все равно не куплю. Ты куда Энигма? Че там? Энигма нормально. С третьей хп Рубена дынает. С идолонами вот этой. Со всей движухой. Блин. Чтоб не мучился. Ну да. Еды нет, да? Так, кстати, кстати. Четвертый уровень. Ну, кстати, путь-то норм. Гостик. Не, баджик нормасик. Тут у него маска вот эта интересная. Из боев без правил где-то. Тырил у кого-то. Сидел у кого-то, походу. Походу, сидел. Маску не переварил. Смотри, тут Рубен. Сюда. Сюда. Поднимается. А, там Рубена у тебя еще избивают. Рубена убили. Я понял. Че ты тут, говорит, брыкаешься еще, жрет что-то. Там пару плюх еще долетает до Йола, но он, наверное, выживет. Да, 17 хитов у него остается. 12. Орбов Веном. Да, 11. Почти. 11 хп. Сколько мин тут стоит? Тут все заминировано. Просто в мясо. Забайтить на кого-то? Ну, тяжело забайтить на кого-то, если ты текис прямо перед глазами у ребят ставишь мины. Ну, реально тяжело. Смотри, Ардик, Ардик сейчас победил. А там еще и Сентряк. Блин, тогда вообще... А Трайхарды? Ну, в смысле, кто играет вообще с Сентряками? Против текис. Против текис. Против текис. Реально. Прямая контракт. Вот. А тут у нас еще и Скрим встрял. Слушай, ну Пудж их развалит просто. Мне тоже кажется, что у Пуджа тут большое будущее своих остров. Сейчас вернется быстренько на базу. Потом точно так же можно еще и на линию прилететь, куда-то размотать пару ребят. А это неплохой вариант. Нормально тут четвертого уровня, он прям аж просится на крюк. А он уже был на этом крюке? Пало что ли? Уже там специальная ложбинка под крюк. Ложбинка? Как у машин. Дальше вытаскивать их из... Да, я про это и говорю как раз. Специально такая технически предусмотренная. Под крюк Пуджа. Да, он в миды летит сейчас сразу же. Куда он там отправляется? А, ну он как раз да. Идет за Рубеном. Проходит мимо леса. Наранше хука. И чуть-чуть промахивается. Кингер вообще бровью не повел. Он в принципе и не мог ей повезти, потому что он не знал, что там Паджик. Вероятно мог догадываться, но... Я пытаюсь обратить внимание, есть ли у Рубика бровь вообще? Ну у этого возможно и нет. Там мы Йола нашли. Смотри. Нашли, да, Йолы. Йол врезается. Скрин врезается в Йола. Обменялись любезностями. Пошли open wounds. И это минус Йол. Тоже неплохо Лавистиллера подкушал. Вообще-то мы говорим там Паджик, Паджик, Паджик. Выиграет, выиграет, выиграет. Но... Энигма, не будем забывать, этот герой когда-то переворачивал вообще самые нереальные катки. Меланхолис спит. Просыпается. Просыпается. И суицидится. Башню сил света в верхней вине, атакуют. Башню сил тюрьма на нижней вине, атакуют. Башню сил тюрьмы на нижней вине, атакуют. Башню сил тюрьмы на нижней вине, атакуют. Может драться с Паджиком. Вообще-то последнего. Это руна появится через три секунды. Паджик, оставайся. Будешь нашим перелем. Мы рун Ригена. Риген, посмотри, халява. Да иди, бери! Тебе, что ты терпишь? А его еще и боттл вам подмазали в итоге. Зачем тебе Боттл, если там руна Регена? Отбери у него Боттл, он блинкнется, он отобрал Боттл, нажимает Реген и отдаёт Боттл Квапе. Ну, это норм. Более-менее, да. Ну, хотя Боттл надо бы оставить себе. Кстати, да, тоже норм. Ну, это плата за то, что я тебе его набрал. Ну, Королева Боли, испытывай боль. Всё верно. Башня Сил Тьмы на нижней линии разрушена. Да, вышка внизу разрушена, и он никак не мог её защитить. Слушай, предыдущая была веселее. Здесь герой веселее, а какая-то была предыдущая веселее. Да, 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 там предыдущий какой-то был Махач. Тут все понимают, что Махач может начаться в любой момент, и поэтому Махача нет. Это как-то странно. Да, 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 это как... Я даже не знаю, с чем сравнить. Ну, смотри, вот Лайфстиллер забирает. Паджик его не видит. Вот теперь видит. Теперь он не хочет его видеть. Можно я тебя развидеть? И говорит... Не, ну, у Паджика серьезные проблемы, реально. Рич, что с ним делает? Просто его съел. Отбышечку? Ну, и Даннис, молодец. Молодец, Пудж. Пудж красавчик. А вот Лайфстиллер не совсем молодец. Не совсем молодец. Ну, что он мог? Он не догрыз просто. Не доел. Не, ну Пуджик все хорошо рассчитал. То есть он прекрасно понимал примерно, как его там Лайфстиллер должен убивать. Понимал, что останется как раз этот маленький запас здоровья под Даннис. Все рассчитано. Все calculated. Calculated. Гар. Не взянулись до него. Драггером. А драггером, я думал, там хук, возможно, какой-нибудь. Хук сейчас будет где-то. Вот он уже где-то, где-то тут. Но Пуджика там видит. Пудж стоит на двух вардах. И ему тяжело в таких словах. Возможно, ты даже знаешь, что он стоит на двух вардах. Демонстративно. Демонстративно. Я говорю, ты меня видишь, а я все равно хукну. Стой и бойся вот там вот. Деккес, конечно, заминировал вообще абсолютно все. Ну, сейчас Пуджик... Пуджик... Все, лопнул. Не, норм. Странфиллы еще работают. Блин, это... Пуджик. 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 Сапер. Реально сапер. Знаешь, вот эти... Костюмы вот этих саперов, знаешь, которые там надевают. Такой здоровенный, здоровенный. Эти маски. Пуджик реально, надо ему сделать такой. Чтоб медленно, грудно так на них наступало. И они все взрывались. Там реально было порядочное количество мин. Даже второго уровня мин. А Паш всего был один. Паш был всего один. Ну, а с другой стороны, а там же мины сейчас эти по 190. Это же... Давно я не играл, видимо, на... Так, генерал. Да, ультимейт. Как же его разваливают. Шоу Парш. И он получил свой 6 уровень. И ему норм. Да, ему сейчас телепортик приобрести и... Ну, сейчас вот Кингера сожрать. Да ему хоть кого-то бы сожрать. Нужно, не знаю, купить гем, возможно, какой-то... Я не знаю, достаточно ранний гем. Ну, в такой игре-то можно купить. Просто, чтобы задевардить все это в мясо. И против Текиса тоже норм. Блин, или там хоть и потник. Ну, как муж и во время шоу-матча. Да, да, да. Вот. Есть в шоу-матчах такие люди, которые при... Голд 2 здесь наймит, уходит на ботум-лайн фармить. Ну, у нас были такие, я помню. Да, это такие постоянно тьма. Интересно, что у этих людей в голове? Тебя пригласили на шоу-матч. Должен сделать веселье людям. Там умирать смешно или убивать смешно. Ну-ка, я... Маху-ки, садиться в крипов. Крипы, сами себя не убьют. Крипы, Сэр. Так, вот Артек шоу-матч делает. О, Артек. Оп, слип. А, все, оруду не терять, плохо получается, кстати. Эээ, норм. Захотели. Ну, тут баджик, ваба, нормально, заливают еще плюшку. Иди, мааа. Блэкулка, надо... Ну, куда ты, Элидан, ну иди, дерись. Может, даже умереть, если ты будешь драться. А, он и так умер, все норм. Вот, вот, это карма. Карма. Карма, согласен. Карма. Именно так она выглядит. Как пушу, например. Я вот прям, прям, как хук, я бы сказал. Фотографирую и отсылаю. Вот так выглядит карма. Да, может быть. Мимо пролетающей, хорошая карма, попадающая в тебя плохая. То Элидана была плохая карма. Да, ну, честно, по графикам можно разве что посмотреть, кто из этого всего безобразия выносит чуть больше полезных вещей. Пока видим, гирокоптер хорошо фармит, у него 71 крип. И паджик вроде пока неплохо справляется со своими задачами. У него 3-1-4 статистика, причем одна его смерть, это был Данай. Башню сил света на верхней линии атакуют. Давай, седой. Морбид маск там. Или момчик, момчик лучше. Хотел поиграть на гирокоптере с момчиком. Ну и что у нас тут? Что у нас тут? А пока орхид потихонечку собирает. Ну что, элементы ушли тоже пофармить немножечко. Энигма с Мидасом, та самая небезызвестная Энигма через Мидас. Помнится, были времена, любил я этих Энигм очень сильно. Ну, Текиса пока вообще в этой игре нет. То есть, его обыгрывают, причем весьма грамотно. Сейчас еще вот этот самый вард, который мы обсуждаем последние два дня, только этот вард вообще я вижу на этой линии. Про, наверное, командам немного зайти в реплей и посмотреть, что он там стоит 24 на 7. Башня сил света на нижней линии. Оп. Вообще, блядь, переможенный ксулдаун повесить прям. Там стреляло два типа под Earth Spirit'а, и они вообще не знают, куда имбиваться. Теперь три типа стреляла под Earth Spirit'а. И еще сейчас... Да, еще перезаряжает он свой ульт. И убегают тут ребята. И еще перезаряжает свой ульт. И еще кукшот. Да все, взрывайся. Так, взрывается, взрывается. Оказывается, Рокс, и сильная команда. Рокс, кто? Торнадо.Рокс. Торнадо.Кис. Торнадо.Кис? Тут два сразу седых волоса у Брюса. Когда ты говоришь Торнадо.Кис. Седой, конечно, воюет, но на него уже два телепорта. И еще и Пуск выехал. Я думаю, что отсюда трудно будет идти. Он проживает, пока тут рухнет барреш. Причем он добивает скрина. Боже, это было три героя. И в итоге он добивает скрина. Ну вот он нормальный мужик. На мужика пошел. Ну, естественно. Нормальный мужик на вертолете. Так, тут и нигма. И паршек идет. Идет, идет, идет. Он уверенно идет. Нашли нигму. О, тут так. Тут ее сейчас просто сожрут. Глянь, жри ее. И он жрет ее. Слобаки. Эх, какое безудержное веселье. Не, Пуджику норм катать. Вот я уверен. Пуджику норм. Он сели чувствует вообще замечательно. Он сейчас тут линзу себе собирает. И пойдет дальше людей уничтожать. Пуджик тоже никого не обнаружил. Вижена у Роксов, в принципе, не слишком много. Это вот мини-вьюни-вард. На топе он уже исчез вот только что. Точно так же, как сейчас разрушен был вард на нижней руне. И вкатывание на земель. Не успел земель укатиться. В общем, взбили его камень. Запоминайте этот момент. Тут редкий случай, когда земель не укатился. Да-да-да. Обычно он укатывается из-под атаки. Это мой, говорит Пудж. Ты его убивать не должен был. Он достанется мне. Потом. Потом. Когда-то. Ну, это как вот стики, помнишь, непрожатые тогда? Да-да-да. Все на потом. Или, возможно, просто у Энигмы хорошая карма. А, то есть, высшая степень кармы, это когда хук тебя сейвит. Ну, так получается. Паджик уже ждет, когда ему на мантию накапает. А, линдзу, линдзу, линдзу. Рома, накапай мне на мантию. Это как-то двусмысленно звучит. Да, вот я тоже. Виктор, Булков. И ты так же сказал. Пудж ждет, когда ему на мантию накапают. Кто ему капает на мантию? Не знаю, кто ему там деньги на счет перечисляет. Возможно, у этого человека есть свои причины начислять деньги Пуджу. Возможно, он выражит из вражеской команды. Не, ну это какой-то нейтральный должен, чувак. Масоны, вот эти все дела. Иллюминаты? Иллюминаты. Почти. Кстати, а вот в хоне, хук цепляет на обратном пути. И это вполне логично. Вообще, да. Это очень даже логично. Вот как ни крути, это очень логично. Это, во-первых, крюк, который должен... Он, в принципе, должен цеплять, когда летит обратно. Да, а не когда туда. Не, ну ладно, там тоже, типа, если Пудж овер крутой, он только чувствует, что... Ну, типа, и сразу дергает. Да, да, ну допустим, допустим. Так оно и есть, типа. Ну так на обратном пути, оно все равно должно устремлять? По-любому, да. Ну, тогда покажите, что он падает, типа, и он его по земле просто волочит. Да, ну вот, например, падает пока Кингер, и он его по земле волочит. Все верно. Так-то поправлю не должно быть. Он не долетел, упал на землю, и он его волочит назад. Так медленно, медленно. Ну да. На логонь, джэп, наматывает. Нужно волочит по земле. Кстати, норм. Это идея нормальная. Идиот, опять же, опять же. Генераторы? Генераторы? Почему мы с тобой тогда не миллионеры? Можно сказать, что ты нашел? Я не знаю, потому что мы с тобой, потому что генераторы, мы еще и дегенераторы. Дегенераторы, да. Генераторы, дегенераторы. Келлидана нашли, и его точно так же сейчас легко убивают. Вот, карма плохая. Стоишь, фармишь, умирай. Да, 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 кстати, все верно. Валенк у Энигмы. Эта Энигма, смотри. Это интересная Энигма. Почему она интересная? Потому что она качала второй Блэкхолл на 11 уровне. Ну, хотя, честно, 50 ман в этой разнице. Раньше была вроде бы 100 ман в этой разнице. Да, раньше больше было. Больше, больше. Разница действительно не особо есть, так что пофиг. Очень интересен Мидас в фановой игре. И Линза. На Энигме. Наши аналитики разбирали, что вот Вова как раз у нас сидел по ГГ в аналитике. Вова может про Энигмы сказать. Я говорил, боже мой, почему не было Линзы во время моего управления. Я бы точно попадал, да. Да, я бы точно попадал. Не, ну а сколько раз бывало, ты даешь Блэкхолл в троих, Энигма делает два шага и кастует. А с Линзой ты бы сразу начал кастовать. Ну, вообще, да. Это реально круто. Сл ASL. Арктик! Сюда, хорошая карма. У Бэйна. У Бэйна норм карма. И смотри на него, как пингует. И Пуджар тоже жизнь. Да, Пуджа тоже нормально хавают. 我 to have an escape. Он вообще будет умирать сегодня? Не факт. А вот на Блаз-Север норм умирает. В принципе, тут все нормы умирают. Минирует, минирует. Местные мотом говорят, я им пути отхода минирую. Все, норм, пацаны. Йол, кстати, тоже себе купил Midas. Ну, фановая игра. Фановая игра. Это как френдли покер. Вот мы сидим, например, за столом, знаешь, и там, типа, только начинается какая-то, ну, уже реальная заруба за бабки, и все, ну, очень фаново начинают просто рубиться, вот, неистово рубиться. И все-таки, ну, это же дружественный покер, товарищеский покер, ребят. Просто товарищеский покер. Вот тут тоже товарищеская игра. Товарищеская игра, вот это ничего не решающее, естественно. Ну, шесть Midas. Я один раз видел, комментирую с Димой, интернешнл, по-моему, даже последний, где во вражеской команде был Течис, и типы собрали против него просто пять Midas и проиграли. Течис решил, когда уйдем пять Midas, что пора пушить. И закидываю им в хату. А, ну, это норм. Они говорят, все, ну, Течис, затяжная катка, гол, по-дефаем с Midas'иками. Не до-дефали. Не до-деф. Не, я помню, была ведь эра Midas'ов, у нас даже DreamHack. Была, Эра Midas. DreamHack года два назад. Какой DreamHack? В каждой катке была ЦМ, которая шла в лес, с колбой. Ну, это да, да, да. Я говорю, вообще, вот, допустим, у нас был DreamHack, там, где у нас был показатель MPG, Midas Per Game. И там он был в районе семьи и восьми постоянно. Так да, каждый собирал, вот, типа, хватай денег, собирай Midas. Хватай денег, собирай. И потом его поправили, типа, подороже. Ой, и Лидана щекочет, щекочет, пошел Сайланс, где Хук, вот он Хук, и Люха, сюда. Ням-ням-ням. Да, Баджо, что там жрать одни кости? Ну, он так перемалывает, и, возможно. БА! Вот это нормально шваркнул. Я думаю, о, сейчас убежит. Теки, Сидьма, тоже так подумал, решил не дать убежать. Ну, обидно, сейчас был Йолу. Не, ну, он улыбнулся, так нервно. Чему там осталось улыбаться-то? Ой, скрин. Ну, что, АБЗЗ, а Соник Вейвы нет, 2 секунды КД, да, я КВАПа, который не смотрю на свои скиллы. Хватно, у нас сегодня был бэтрайдер, который прыгнул без лассо. Норм? Помнишь бэтрайдер этого? Да, я... Ну, ты что помнишь? Видел слишком много, Роман. Слишком много увиденного. Твою психику уже не исправить. Матумба Мэн исправил мою психику. Ее скорее теперь не вернусь, по-брату. Башню сил тьмы на верхней линии... Спасибо Матумба Мэну за это. Силы тьмы купили свои сооружения. Блин, ну реально это трудно будет забыть. Есть команду хочу создать. Хую. Мне нужен просто спонсор. Матумба Тим? Не, я называю ее как-то Dream Team, типа, или Farm Team. Не знаю. А, типа, Блэк, Матумба Мэн. Блэк, CTY, Матумба Мэн. Башня сил тьмы на верхней линии разрушена. Что еще вот? Трикси просто булка и облани. МСС. И МСС. Это норм. Трикси и МСС. Это будет реально суперзвездный состав. Они выиграют Интернешнл. Что-то у нас в студии аналитики происходит, вообще не понятно. В студии аналитики сказали, что ли? Ой. Силы опять пытались взорвать. Те, пытается Миньор добить с руки. Миньор развернулся, не попал камешком. А там кого-то в это время жил. Там Пудж пытался съесть скрина. Ах, его высосали. Высосал его Рубик. Краденым брейнсапом. Что у нас там по графикам? По графикам 6000 ввели Торнадо Рокс. Немножечко растеряли свое преимущество. Shadow Blade у Энигмы. Уже интересное приобретение. Прям, чтобы быть совсем скрытным. Да. Спасибо кому-то за смешные картинки в твиттер. Спасибо всем, кто в принципе делает эти картинки. Симптонам пишет, подписывается на нас. Подписывается от нас. Подписывается. Он как дирамика движения. Создаете экшен, да? Создаете экшен. Понимаешь, что прогресс не стоит на месте. Плохо пошутил. Тут опять плохо пошутил. Снова плохо пошутил. Вот это писали. Бам, бам плюс 1000 подписчиков. На самом деле так обычно и бывает. Я недавно проводил эксперимент. Я просто написал твит про Na'Vi рандомный. Подписалось 100 человек. Я потом просто написал Na'Vi, Na'Vi, Na'Vi. Я потом просто написал Na'Vi, Na'Vi, Na'Vi. Да ну, блин, а че? Наоборот, нужно поймать на жалости. А, ну да. Сури и Нима в Шотлблэйде. Какая она скрытная. Скрытная Нима? А тут БЗЗ в Шотлблэйде тоже скрытный. Скрин. Ай, попал. Еще буквально тысячечку. И Кук. Еще и Кингара здесь. Аджик, возможно, даже не ожидал такой халявы. Ой, нормально. Кстати, Курьера ждал, который подлетал, если что. Кстати, да, в Курьере на 2900 там лежала парохла. Там лежал Монтастайл для Сидова. Давно, кстати, я уже не видел Монтастайла на гирокоптере. У меня был друг с Кликухой Сидой. Мне кажется, у всех был друг с Кликухой Сидой. А еще у всех был друг с Кликухой Лысой. Не, у меня такого, кстати, не было. Как? Просто не было. Как вообще могут быть люди где-то в районе 3-х километров квадратных? И чтоб ни одного Лысого. Нет, друга не было. А, друга не было? У тебя был не друг? Я злосыми не дружил, друг. Возможно. Так, вот вкатываются у нас на Иллидана. Иллидана не кисло так сейчас начали пробивать. Также убивает скрина, подходит к баджеку. А, не попал крюком баджек. Ёл, может покидать? Через секунду будет... Он Мном у Пуджи, я не знаю, почему он не стал здесь драться. А и Текис тоже погибает. Это Пуджи-то, куда он убежал? Я не знаю, куда он там побежал. А вот он, вот он уже на месте вернулся. Опа! Гори, сюда иди. И съел Иллидана. Атакуют. Иллидан какой шустрый, ты посмотри, по педалям подавил. Не, 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 там особо педали не надавишь. И еще иди сюда, говорит. Паджек, конвейер. Не, а паджек вообще хорошо руками попадает. Мне нравятся такие Пуджи. Еще он что-то понял, видимо. И, да. Блэхоу. Да давай, в одного! Оооо! Ааа, не получилось за Деная, что-то. Я уже прям затаил дыхание во ждании этого Деная на Пуджи, но не получилось. Реально, так где линза на Энигме? Что за дела? Просто смотришь на этот Кастрэндж и реально глаз дергаться начинает. Пусть подергается, ничего страшного. Агоним на Квапе. Агоним, это хорошо. Четвертая минута. 7500 преимуществу Торнадо Киз. Торнадо Киз, да. Что-то написано. И... Би... Дебик? Дебик. Дебит и кредит? Да, только дебик. И... Немного еще что-то еще. Не знаю, в общем, что там за художество. Текис упорно минирует этот хайграунд. В расчете, не знаю, правда, на что, но, видимо, кто не видит, там, калькуляции. Потому что команде противника Ронали поздно все равно придется туда зайти. Ну, скорее всего, да. Если бы там был их трон, они, возможно, бы туда зашли. А так, я думаю, могут и поивейдить немного. Подобные вещи. Агоним пуш собирает. Красавчик. Да, да. Агоним, но нынче норм. Более, уже есть линза, еще Докторинки доберется. Ну, да, посмотри, 450 чистого урона. 450 чистого урона. И... Сколько там? 3 секунды кулдауна вроде были. 4? Не помню. Просто жесть. Докторином 3, да. Еще нужно подобрать. И с Аркан Руной еще. Аркан Руной. Да, там еще на секунду. И пока он летит, он уже откатывается. Да, он реально пока летит, он уже откатывается. На 2 секунды. Агоним, 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 агоним. Через Энидму, конечно, можно пытаться как-то повоевать, там, напасть разочек, закинуть Блэк Холл. Но... Получить хук. Получить хук. Или этот, как называется, финсгрип. Финсгрипп, продавка кулдауни. Можно много чего получить. Шадо Блэй тут не сильно помогает. Это был лыжник, Сэрланс, Сэрланс. Да, да, да. Это там Стан, Сайланс, все что угодно можно получить. Ему не бьет БЗЗ, можно вопрос. Ну... Они, походу, на скриншот работают, смотри. Они ждали, ждали Блэк Холла, понимаешь? Да, 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 да. Реально ждали. Ты говоришь, что, будешь ворваться, нет? Мы же встали пятером. Вот так же, по-моему, только в свой чат. Еще более сложный прикол. КД пишет генерал. Сормбайт. Да, они реально ждали этот Блэк Холл. Так да, я же говорю, ну там БЗЗ. Слушай, а Текис как предусмотрительно засуицидился. Крипов. В момент, когда в него летел уже хук Буджа. Вылез. О, Энигма пришла. Ее нормально тут, кстати, может зажрать. Шлопа промакивается скримом. Это ничего не сделает, потому что все равно погибнет. Должность есть кингера. Это что, генерал? Генерал бежит, 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 бежит. О, и мимо. А почему не на развороте Блэк Холлах? Или на 40 хитах? Да какая разница? Ну ты типа умрешь просто, вот какая разница. И так умрешь. А потом? Нет, он регион нашел. Все, видишь? Не умер. Да, сейчас возвращается. И со спины. Там Сентряк стоит, смотри. Сентряк. И еще один Сентряк. Да и не... Еще один Сентряк. Сейчас как генерал получил три тыкули в лоб, он, кажется, понимает... Он что-то должен заподозрить, да. Энигма очень хочет убить Курьера. И да, на этом в жизни Энигма заканчивается, судя по всему. Неплохой Сонтиквейм. Это на ход, на ход. Все нормально. Хорошая все-таки у Энигмы, все-таки у Энигмы, хорошая карма. Это была лучшая погоня за Энигмой в истории. Когда Сонтиквейм, тот хук, подергивающий своего же типа. Мимо надо было еще этот камень пролетать. Да камень мимо пролетел. А да все, Эта миссия Энигма в полном языке ставишь, вот это... Ту-ду-ду. Энигма вокруг все пролетает. Обычно в кино так и происходит, кстати. Из разряда ганг глазами снайпера, как из того мувика. Я, наверное, показывал, уже рассказывал много раз про него. Кто не видел, можете еще раз посмотреть. О боже, там же заминировано, точно. Как же мы могли забыть, там же Текис. Еще мины. Что делать с хайграундом? Как туда зайти? Неизвестно. Кто же будет этим героем? Бэйна нормально, кстати. Подсейвили и надо его выдергивать. Иди сюда, говорит. Принцепь. Хорошо. К нам, говорит. Га, типа толкни, толкни его к нам, говорит. Да, что-то типа подачки, что ли, нужны? Камандель Митц, я что-то не понял. Что за просьбы? А, вот этого, да, этого можно. Ой, да ладно, какой к нам, говорит, ел? К нам. Вот это да, вот это норм. И Кингер тоже под саундсом, и Нигма подходит. Но Нигма тоже под саундсом, еще и Квапа на нее накричала. Нигма сейчас с торки-то, возможно, умрет. Нет, не умирает 77 хитпоинтов. Но он умирает в лейстиле. Кто пойдет на хайгру? Он первый. К нам. К нам. А вот пошли иллюзии. Ну и люди пока вроде справляются. Тихоньку. ПАК! БСС почти справился. Тут к ваку осколками просто чуть не сдуло. Тихо. Не, ну сейчас у меня уже остаться не должно. По логике вещей. ООО! Он поймал его! Это СВАП и дайны, убьем д autism. Тоже ситуация, надо... Очень... Не, ну что уже более-менее норм? Смотри, Енигма с Блэкхоллом. БКБ! Блинком! Она может сделать это. Она пошла в круг. Тумммм Она в Вабхот ушла В Вабхот лишь круг подчета Тумм тум 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 Давай шаду Блей У нее нет шаду Блей она его продала и купила БКБ Блин Ой Внезапность Тум 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 Как минимум троих сейчас можно Тум 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 Четверых уже Иииии два смотроста Время Чё ничего Так туда стягивается Дирали А ее ждут спереди Сзади ее никто не ожидает Смотри смотри стягиваются 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 И не пошел Давай сейчас ВАЛАГАУ... Как тут, на самом деле, хайпа было больше, чем от самого быых оттолков? Да ладно, ну убили пару человек чё? Убили, да... Fudge опять там суицидится. Это странные наклонности у Fudge. Надо каткологу сводить. Ну скриншот на аватарку можно сделать с такого блэкового. Во-первых, ты в профессиональной игре? Падаешь по двоим. Уже, хотя бы по двоим. Уже, хотя бы по двоим. Ну, многие этого не добились. А чего добился ты? А чего добился ты? Сперва добейся, а потом говори. Ну, кстати, лейстиллеры убивают. Он там армлет мог побузить. Ох! Чуть-чуть хука не хватило. Но это рубиковский хук. А он с подсветкой. И убежал, смотри. С парами своими. Ну, он не палится, не палится. Смотри, куда он бежит. Оп! Куда пошел? Смотрите, на стопе. Рубик хоть бы по своим. Уже, пока не попадал немного, не знаю. Куда он в этом крипе-то побежал? Башню всей тени на верхней линии атакуют. Звук? Очень миленький такой. Да, вот примерно так. Ушка разваливается, когда из нее кто-то влазит. Очень миленько ты имеешь в виду? Ну, очень миленько. Тушка там заливается. Слушай, ты че-то толстоват. Ну, просто с уникбаем его пропуния. Давай взрывайся. Давай взрывайся. Ну, может не придется. Ну, я не хочу взрываться. Ну, давай не сейчас. О, действительно пришлось. Подварживайся немножко. Зига сейчас найдут. Ой, да ладно. Эллида находит... Эллида находит Зиг. А есть чем сбить? А не чем сбить? А там же только Бэйн может пробить БКБ. А Бэйн занимался несколько другими вещами. Он шикотал в это время лайфстиллера. И как лайфстиллер? Нет, ну... Его Рубик отобрал. Ком. О! Это жестко, на самом деле. Да, он подсейвил своего товарища. Давай, Гера Лютыч. Одна минка всего. Вообще бояться нечего. Энигма. 52 секунды. Ну, это долго еще, на самом деле. Ну, может на понт взять, на самом деле? Просто запрыгнуть. Ну, понимаешь, как Зай на Энигме играл? Да, он просто шел вперед. Он просто шел вперед. Ну, Зай айтемы такие были, которые позволяли ему идти вперед. Так, тут у нас кого-то уже поймали. Поймали Арзика. Арзика выталкивает обратно. Туда вкатывается Тусик. Тусик. Герокоптер. Попадает под раздачу от Иллидана. И съедает хвостик Иллидана. Еще один хук. Не точный. Как он быстро литит? Да, он... Вообще, ну, стоп, кидает. Крип багарит сюда, всех сюда. Так я ему пофиг, что у него там тысяча монопула. Так, просто выходит, смотри. Такой, ага, ага. Давай, давай, давай. Такс, крипочка вытащил. Ну, ничего страшного. Сюда? Уехал. А тут тоже, кстати. А булыжничек нет? Булыжничек? Там Текис умер. Текис умер, да. Ой, сломал! А ладно, его заценили. Слушай, Текис, жив Текис! А у него не было суицида, поэтому не получилось. Еще один раз своего выцепил Паджик. Где геролед? Он геролед. А где геролед? А, вон он, да. Бьет, бьет баратни. Т engign"? Ахуууууу. det at minimum. 51. Оууу. Жууу. А, ок, я дальше-то, что делать? А это, не важно. До вих perm, опять, один красивый. Nee, вот это охл был норм. На самом деле, не охл был норм. На самом деле, black hole был нормб. Пуджик идет. Дымится, и... Пуджоа все-таки забрал Текис Текис, сделать суицид. В этот раз. Забавно видеть, как из Рубика вылетает хук размером в два Рубика. Камбэк, слушай. Камбэк из рил. С двадцати тысяч почти нетворса идет переворот. Переворот? Именно так. Это должно помогать. Только можно переворачивать. Переворачивать перевороты? Да, еще раз напоминаем, друзья, если вы вдруг пропустили сегодняшний игровой день... Лично нам, наверное, запомнился матч Na'Vi Empire. Очень советуем пересмотреть, если вы вдруг упустили эту возможность во время прямой трансляции. Записи на YouTube уже должны быть. Обязательно посмотрите эту трансляцию. Обязательно, было очень круто. Это, наверное, лучшее СНГ-дерби за последнее время. Ну, вообще, это одна из лучших игр на этих отборах. Это сто процентов. Там еще было пару неплохих матчей, но эти матчи действительно must see. Если вы, опять же, пропустили, советую. Рефрешер появляется в Queen of Pain. Теперь можно промахиваться в два раза чаще. Ну что ты опять критически отзываешься? Можно попадать в два раза чаще? Можно и попадать. Можно попадать столько же, но пулять в два раза чаще. Да, кстати. Это тоже неплохой вариант. Вариант так себе, но... Он есть. Пацаны пасуются с липом, например, смотри. Замечательно. Это можно смотреть бесконечно. Как двумя иллюзиями. В 55-минуте ребята решили в фангейме фармить Рошана. Смотри, смотри, смотри. Провтыкался с липом. О! О! Сразу видно. Очень серьезный настрой. О! 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 Сколько он тогда должен делать? Неважно. Всех засасывать? Тампакум? Или зашифровывать? Зашифровывать, кстати, нормально. не обращать внимание то что мы не обращать внимание особо на сборке тут пока ничего любопытного не намечается засосать в мины это же просто прейч прейч сразу сосет в мины я не знаю что придется ну кстати заходить на рампу реально тяжело в таких условиях потому что да в узкий проход и встреешь там и энигма и текис на рампу подняться крайне затруднительно нужно пытаться как-то через массовые иллюзии не на еще что-нибудь делать на счет статистра постоят накидывает жучара надо об сервер поставить один шубе но там дает этот а он не достает чуть-чуть не достает по вижу ну вот об сервер поставили и начинают ковырять бочки установочник инсталлятор просто инсталлятор он эти стропы срабатывает герокоптер немножечко стоит теперь спит поджиг бдит поджиг готов спасать если что своего гиролета энигма пришла энигма должна сейчас давать голову а уграл погибает там бэйн бэйн заслепился пошли минус айгис но тут играет скингер и уже нет текиса но в принципе его и так уже давно не было и подъедают у нас ластилера вот это важно еще отличный фукшот ракетки есть нет ракетки ну хотя бы в единичку-то ракетку надо брать зачем что-то наваливать точно неинтересно экстилер не может угадать и настоящего сейчас угадал но уже в это время рейдж закончился пойду и получает просто 486 да неплохо сыграно 2-0 команда rox торнадо точка rox побеждает но это не меняет ровным счетом ничего почему потому что уже в этой группе команда ликвид обеспечила себе выход из группы из этой же и команда вегас квадрон насколько я помню также выходит из этой группы в стадию плей-офф что там нарисовалась по итогам последнего групповой дня этих отборов на шанхайский мейджор я думаю разберет естественно более подробно наша увлекательная и познавательная студия аналитики